Дальневосточная ипотека Дальневосточные ипотеку могут получить три категории граждан. Во-первых, это семьи, где оба супруга до 35 лет, либо это один из супругов и ребенок до 18 лет, а, соответственно, мама или папа до 35 лет, то есть неполная семья. Либо это владельцы Дальневосточного гектара. Для всех для них предусматривается получение Дальневосточной ипотеки по 2%. Какую сумму может взять семья и на какой срок? По условиям программы, по постановлению правительства Российской Федерации, максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей. Она может быть выдана на срок от 3 лет до 20 лет непосредственно. И ключевой его параметр – это, конечно же, 2%, которым будут платить граждане по данной специальной для Дальневосточников субсидированной ипотеке. Какую сумму собственных накоплений семья должна иметь и можно ли воспользоваться в данном случае господдержкой? Господдержкой, безусловно, да. По программе предусматривается, что минимальный размер собственных средств должен составить 20% от стоимости квартиры. Соответственно, на данные цели могут быть направлены как собственные средства, так и все виды поддержки, которые есть для молодых семей со стороны государства. Это и материнский капитал, который у нас составляет в настоящее время 466 тысяч рублей, но будет больше. В ближайшее время все мы слышали послания президента. Также для многодетных семей предусматривается поддержка в настоящее время. То есть семьи с тремя детьми и более при рождении третьего ребенка получают возможность погашения, целевого погашения до 450 тысяч рублей по ипотеке. И таким образом суммарная поддержка уже только в настоящее время составляет порядка миллиона рублей. И в ближайшее время, как мы все слышали, она будет еще увеличена и составит порядка уже полутора миллионов рублей, если семья, приобретая новое жилье в процессе погашения ипотеки, увеличится и у нее появятся три ребенка. А есть ли какие-то ограничения для семей, кроме возраста? И какое жилье по ипотеке они могут приобрести? Никаких дополнительных ограничений нет, только необходимо быть дальневосточником, собственно, прописанным на территории Дальнего Востока, и жить, собственно, здесь. По дополнительным параметрам, которые есть в программе, можно выбрать жилье на первичном рынке, это для всех категории, которые могут получить Дальнего Восточную Ипотеку. При этом есть две дополнительные опции для молодых семей. Если семья приобретает в городском черте, в городе, то это только первичный рынок, то есть приобретение жилья от застройщика, либо готового, либо строящегося жилья. Если же семья проживает в сельской местности, то существует возможность приобретения либо объекта недвижимости земельным участком, либо на вторичном рынке. Это тоже предполагает программа для тех, кто живет в сельской местности. Ну и для тех, кто, собственно, является получателем Дальнего Восточного Гектара, целевое использование – это строительство собственного дома на данном земельном участке. Также для молодых семей доступна опция получения денежных средств на строительство собственного индивидуального дома. Безусловно, есть какие-то вопросы, которые каждой семье, которая собирается приобрести жилье в ипотеку, хочется обсудить со специалистом. А вот куда обращаться людям? Можно точно обратиться в любое отделение Сбербанка. Мы в настоящее время представлены в 27 городах по Приморскому краю. Это 73 отделения Сбербанка. В любое из этих отделений можно обратиться и получить полную консультацию о всех условиях, подать заявку, ну и, собственно, получить уже ипотеку под 2%. При этом у нас есть централизованное решение. То есть мы стремимся сделать так, чтобы люди тратили меньше времени и получали больше комфорта во взаимодействии с банком. И дальневосточную ипотеку, как и любой другой вид ипотеки в Сбербанке, можно получить онлайн, не выходя из дома, фактически находясь у себя в комфортных условиях, на диване или кресле. И, собственно, заполнив онлайн заявку на сайте Дом Клик, это специальный сайт Сбербанка по предоставлению объектов недвижимости и оформлению ипотек, и, собственно, не выходя из дома, полностью заполнить необходимую заявку. Там есть онлайн-консультант, который подскажет, как правильно заполнять те или иные поля, так чтобы не допустить ошибок, и какие документы необходимо приложить для того, чтобы не получить отказ, просто потому что неверно заполнены те или иные поля в необходимой анкете. Ну и, собственно, после заполнения этой анкеты вам поступит звонок приглашения, для того, чтобы уже в офисе можно было обсудить детали сделки. Но в целом, в настоящее время технологии позволяют сейчас на сайте Дом Клик весь цикл от подачи заявки до приобретения недвижимости завершить онлайн, то есть без визита в банк. Сбербанк присоединился к программе «Дальневосточная ипотека» 27 декабря. Вот на сегодняшний день сколько человек уже в крае присоединились к этой программе? Программа пользуется очевидной, огромной популярностью у всех наших жителей. В настоящее время, по нашим данным, только по Сбербанку, в целом по Дальневостоку, уже подано порядка трех тысяч заявлений на получение такой ипотеки. По Приморскому краю эти цисеры составляют у нас уже одобренных порядка трехсот ипотек, выдано уже порядка 25, и это я отмечу, что всего фактически за 7 рабочих дней с момента нашего вступления в программу уже есть готовые выдачи. То есть люди уже за 7 дней фактически стали собственниками нового жилья, 25 семей и суммарная стоимость полученных ипотек уже 100 миллионов по Приморскому краю. Но количество заявок, конечно же, гораздо превышает эти показатели. По всем остальным клиенты в настоящее время находятся в поиске объекта недвижимости, введении переговоров с продавцом для того, чтобы оформить документацию купли-продажи, ну и, собственно, завершить сделку, получить ипотеку, считать собственниками жилья. Это в основном жители Владивостока? Безусловно. Конечно же, это крупные города, это Уссурийская находка и Владивосток в основном. Но у нас есть и заявки в сельской местности. То есть одна из целей получения ипотеки – это возможность жителям сельской местности приобрести жилье, в том числе на вторичном рынке. Таких у нас тоже уже по краю более 20. Уже есть одобренные и полученные ипотеки. То есть в этом направлении мы также развиваемся для того, чтобы эта программа стала доступной не только жителям крупных городов, которых у нас в крае три – Уссурийская находка и Владивосток, но и для всех остальных жителей, в том числе и по сельской местности. Сергей Геннадьевич, получается, что все квартиры в основном покупаются в новостройках. А вот рынок строительный готов к такому спросу? Хороший вопрос, на самом деле, потому что действительно программа предполагает приобретение… Основной объем средств все-таки будет направлен на города и все-таки по ограничению постановления правительства – это только первичный рынок. Но здесь есть нюанс. То есть если посмотреть на статистику, то в прошлом году по Приморскому краю примерно 70% квартир от всего объема были куплены в ипотеку. И примерно, если посмотреть по разбивке первичный и вторичный рынок, то 80% сделок все-таки это были вторичный рынок и только 20% первичный. Но в то же время, если посмотреть статистику 2018 года, то там цифры были еще с большим перевесом. То есть всего 15% было на первичном рынке и 85% на вторичном рынке, если смотреть по количеству сделок. То есть тренд, очевидно, идет в сторону увеличения первичного рынка. И в том числе программа по дальневосточному ипотеке будет стимулировать. С точки зрения того, что все-таки происходит на рынке и какая ситуация по предложению, потому что сейчас, очевидно, подогрет спрос. Есть большое количество граждан, которые могут реализовать свою мечту. Наверное, одну из главных для многих в нашей стране это приобретение собственного, комфортного, удобного жилья для своей семьи. Но здесь ситуация несколько, конечно, разбалансирована. Отмечу, что в настоящее время весь рынок жилья в России составляет порядка 130 миллионов квадратных метров. Вводится по всей стране. Из них, наверное, половина приходится на 17 регионов. При море нет. У нас, по данным, которые мы и располагаем, 9 месяцев прошлого, по состоянию на 9 месяцев прошлого года, объем воды жилья составил порядка где-то 345 тысяч квадратных метров. Это лучше, чем в 2018 году. Это значительно лучше, чем в 2018 году. Но если посмотреть такой важный показатель обеспеченности каждого гражданина, проживающего на территории края, количеством квадратных метров, то в среднем по стране это порядка 26 квадратов приходится на каждого гражданина в нашей стране. У нас в крае 23. То есть разрыв очевиден. При том, что у нас порядка 1 900 человек, ну вот там среднее наше отставание – это 6 миллионов квадратных метров. Просто посчитав арифметически, от средних значений, средних не лучших показателей по стране, а средних показателей. Соответственно, здесь, конечно же, когда мы запускали первую ипотеку, 30-го числа мы ее выдавали с губернатором Приморского края Олегом Николаевичем Кожемеко. Собственно, он в своей речи озвучил, что ключевой сейчас приоритет – это сбалансировать спросу предложения. И ключевая задача администрации Приморского края и банков, как финансирующих строительные проекты, это реализовать комплексную, крупномасштабную, полноценную застройку целыми кварталами нашего города. То есть речь идет уже о кварталах размерами в миллион и более квадратных метров жилья. Это, конечно, сейчас будет приоритетная задача на ближайшие 2-3 года для того, чтобы просто сбалансировать рынок. А как повысить шансы на получение ипотеки? Основным ключевым критерием получения ипотеки, конечно же, является соответствие требования постановленной правительства России по данной программе. Ну и вторым, конечно же, очень важным фактором является платежеспособность клиента, получающего ипотеку. Так, чтобы ипотека просто не стала бременем, и не стала бременением тяжелым, как у нас там часто представляют разные шаржесты, некая непосильной ноши для того или иного гражданина. Соответственно, здесь банки подходят всегда очень консертированно. Мы, как Сбербанк, всегда очень внимательно смотрим так, чтобы клиенту действительно было комфортно, и он, что называется, испытывал положительные чувства от того, что он приобретает объект и постепенно за него расплачивается. Но здесь есть несколько факторов. Ну, во-первых, конечно же, мы, как Сбербанк, более понимаем и, соответственно, более корректно принимаем оперативные решения по клиентам, которые получают зарплату на карточке Сбербанка. Мы знаем, мы имеем больше информации по таким клиентам, соответственно, точнее принимаем решения по одобрению сделок, ипотечных сделок для таких клиентов. Второй немаловажный аспект – это, конечно же, кредитная история. То есть здесь очень важно следить так, чтобы ваша, фактически, деловая репутация в кругах банков была кристально чистой, то есть не допускает никаких случаев просрочек по любым кредитам, которые у вас есть в любых банках в нашей стране. Вот такая вот правильная, хорошая деловая репутация – это тоже значительный фактор повышения вероятности одобрения сделки. Ну и третий аспект – все-таки, если у вас есть несколько источников дохода, то их необходимо, данные о них необходимо предоставить в Сбербанк в полном объеме. Это могут быть либо справки 2НДФЛ, либо справки о доходах по структуре банка, по форме банка, потому что это существенным образом влияет на вашу платежеспособность, ну и, соответственно, конечное решение, которое принимает банк. Вот, наверное, три таких компонента, которые я бы хотел отметить. Когда ипотека уже получена, одобрена, как семье не ошибиться с застройщиком? Как выбрать тот дом, который достроят в срок? Важно отметить, что Сбербанк, помимо того, что предоставляет ипотеки, он в том числе участвует в финансировании строительства, то есть финансировании застройщиков. И в этом смысле мы, наверное, являемся одним из ключевых экспертов на этом рынке. На нас приходится, если посмотреть статистику прошлого года, порядка, наверное, 60% выданных ипотек по краю и, наверное, порядка 80% выданных кредитов на строительство домов. То есть мы очень хорошо понимаем картину с двух сторон, как формируются спросы, как формируются предложения на строительном рынке. И здесь, конечно же, можно отметить следующее. Ну, во-первых, вот есть сайт у нас Дом Клик, специально созданный для того, чтобы сделать процесс получения ипотеки, приобретения объекта недвижимости максимально простым. Вот все квартиры, которые там представлены, от застройщиков, все застройщики, перед тем, как быть размещенными на нашем сайте Дом Клик, проходят так называемую аккредитацию. Что такое аккредитация? То есть мы полностью смотрим всю деловую репутацию застройщика по предыдущим объектам, какой у него есть профессиональный опыт, то есть какое количество домов он уже ввел, какое количество площади он уже построил. Ну и, собственно, понимаем на начальном этапе, все ли в порядке у него с исходно-разрешительной и проектно-сметной документацией. И только после этого анализа такой застройщик размещается на сайте Дом Клик. Более того, как я уже сказал, что большое количество объектов в городе с введением изменений в законодательстве и появлением так называемых эскроу-счетов, все большее количество застройщиков приходит обращаться за финансированием в банки для строительства жилых объектов. Ну и вот, собственно, когда Сбербанк финансирует тот или иной объект, то мы в обязательном порядке проводим онлайн-мониторинг строительной готовности. То есть в банке есть строительный эксперт, который же месячно получает документацию от застройщика о степени готовности и ходе строительства, видит, есть ли отклонения или нет. И если есть какие-то отклонения, то мы оперативно принимаем решение, консультируемся с самим застройщиком, понимаем, в чем у него возникают сложности для того, чтобы максимально оперативно эти сложности устранить и вести в Дом необходимые сроки. Более того, каждый объект, который мы строим, находится под нашим онлайн-видеомониторингом. То есть мы видим абсолютно все, что происходит на строительном объекте. Вторая часть контроля заключается в финансовом контроле. То есть помимо самого строительного процесса мы контролируем в том числе и финансовые потоки. То есть как застройщик расплачивается со своими подрядчиками и все ли он вовремя исполняет свои обязательства по тем или иным договорам. То есть по тем объектам, где Сбербанк фактически является финансирующей стороной, риски получить объект некачественно, не в срок, они максимально минимизированы. Но повторюсь, что не все все-таки строят за счет привлеченного финансирования. Есть те, кто строит в том числе за счет собственных средств застройщики. И вот таких мы проводим аккредитацию и размещаем их на Домклик. Поэтому, наверное, для того, чтобы не ошибиться, я бы рекомендовал со своей стороны, конечно же, выбирать объекты на сайте Домклик. Это необязательные ипотечные сделки. Там могут быть выбраны объекты, в том числе, которые будут приобретаться не за счет ипотеки, а за счет собственных средств клиента. Еще один вопрос. Как правильно надо рассчитываться с продавцом? Как правильно организовать сделку по покупке квартиры? Здесь мы также предусмотрели специальный продукт от Сбербанка. Называется он «Сервис гарантированных расчетов». Точно так же на сайте Домклик есть интегрированный модуль, который в случае, если у продавца или у покупателя есть тревожность по поводу того, что сделка и расчеты по сделке пройдут своевременно и в полном объеме, то мы готовы выступить третьей стороной гарантом по этой сделке и включить сделку в так называемый сервис гарантированных расчетов. Что это такое? То есть эта схема предусматривает создание специального счета в Сбербанке, на который покупатель зачисляет собственные средства, но Сбербанк их не перечисляет продавцу, пока не совершается регистрация перехода права собственности на объект недвижимости. Банк выступает здесь гарантом этих сделок. Ну и безусловно, наверное, очень важно, чтобы все эти сделки проходили максимально открыто, полностью прозрачные и под контролем специалистов, которые уже неоднократно совершали эти или иные сделки, обладают большим опытом. Такими специалистами, конечно, являются специалисты ипотечного подразделения в банках. То есть подать заявку, подобрать жилье и зарегистрировать сделку можно, в общем, практически не выходя из дома? Да, все правильно, как я уже рассказал. Существует сайт Домклик, на котором полностью весь цикл от объявлений, выбора объекта, подачи заявления на ипотеку, подачи онлайн-регистрации ипотеки сделки купли-продажи. Это наш тоже уникальный совместный проект с Росреестром. Подача онлайн-заявки на регистрацию сделки купли-продажи. И, собственно, финальными расчетами можно осуществить через один единый, удобный, понятный сайт. Поэтому всех призываю посмотреть в случае заинтересованности в приобретении объекта на тот выбор, который представлен на нашем сайте. Он действительно велик. И там максимально оперативно можно действительно облицовать свою мечту, улучшить свои жилищные условия для семьи. Сергей Геннадьевич, спасибо большое за беседу. Уверена, что благодаря таким возможностям ипотеки под 2% гораздо больше приморских семей смогут осуществить свою мечту и приобрести то жилье, о котором они думают. Спасибо вам большое. До встречи.